На Кубани их теологи продолжают заниматься восстановлением популяции осетровых. Над решением этой задачи трудятся целые рыбзаводы. От чего зависит успех в этом нелегком деле и как правильно подобрать пару для размножения. В тонкостях рыбного семейного благополучия разбиралась Дарья Шермер. Каждая рыба в этом хозяйстве имеет свой паспорт. Генетический. Он находится у нее под плавником. Это специальный маленький чип с номером. Благодаря такому рыбьему документу самки находят идеального самца в пару. Мы подбираем пару на основании данных генетики, чтобы это не были братья, сестры, чтобы это были сочетаемые генотипы оптимально. И производители выбираем именно по этим меткам. Такая подводная романтика дает генетически идеальное потомство. Но не в этом сезоне. А те самки, которые уже нашли свою пару, проходят процедуру ультразвуковой диагностики. Она определяет, есть ли у рыбы икра, а также размеры личинок. Самка с мелкой икрой. Икринки 2 мм в размере. УЗИ рыбам делают самым обычным аппаратом. Он также помогает выявить у осетровых заболевания внутренних органов. И вовремя принять меры. Весь процесс занимает не больше минуты. Это, будем говорить, гуманный и менее стрессируемый для производителей и для осетровых рыб. И вообще для самых очень быстрых. Поскольку не требуется никакого дополнительного вмешательства. Очень быстрая скорая диагностика. Буквально несколько секунд. Первыми делать УЗИ рыбам начали специалисты Кубань биоресурсов. Так они хотели упростить определение пола особи. Раньше им делали биопсию, после которой некоторые умирали. Теперь этой технологией пользуются во всем мире. Это метод УЗИ диагностики пола по отбору самокосанцов. По отбору зрелых рыб, близких половой зрелости. По отбору рыб здоровых, у которых отсутствуют какие-то аномалии внутренних органов, репродуктивных органов, ожирение сердца, печени и так далее. А в случае наличия таковых, мы пытаемся их увеличить. Тех рыб, которые слишком больны, чтобы дать хорошее потомство, отпускают в реки. Туда же отправятся и подросшие мальки. Кубань биоресурс уже несколько лет занимается генетическим восстановлением осетровых. Сейчас в их бассейнах больше 10 тысяч особей. Кстати, ни одна рыба и ни одна икринка из их хозяйства не попадет на прилавки магазинов. Они лишь пытаются вернуть исторических обитателей в кубанские воды. Ведь когда-то осетровые были символом края. Дарья Шермер, Алексей Абрамович, Вести Кубань, Республика Адыгея.